Доброе утро! Вы смотрите телеканал Культура. Меня зовут Лада Аристархова. В эфире программа Наблюдатель. Художники при Рафаэлите стали предшественниками многих художественных течений рубежа 19-20 веков. Так, например, Росетти, Браун, Миллес, Берн Джонс и другие члены этого творческого сообщества во многом способствовали зарождению стиля ар-нуво. Они были не только художниками, но и философами, искателями, романтиками и ценителями утонченной красоты. Сегодня в музее имени Пушкина открывается выставка при Рафаэлитов. Еще раз доброе утро! С вами Лада Аристархова и программа Наблюдатель. Сегодня мы говорим о выставке при Рафаэлиты Викторианский авангард, которая открывается в музее имени Пушкина. В гостях у программы Наблюдатель, куратор выставки, специалист по британской живописи, кандидат искусствоведения Анна Познанская. Доброе утро, Анна Владимировна. Ведущий, куратор отдела британского искусства 19-го века галереи Тейт-Бриттен Эллисон Смит. Доброе утро, госпожа Смит. Но сначала давайте посмотрим небольшой сюжет, который расскажет нам о теме программы. Это третья остановка при Рафаэлитов в их международном турне. Ей предшествовал успех в Великобритании и США. Теперь экспозицию принимает Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. В залах почти сотни легендарных полотен, рисунков и рукописей, которые навсегда изменили искусство и стали предтечей импрессионизма и британского модерна. Братство при Рафаэлитов было основано в 1848 году молодыми британскими художниками. Прежде всего Уильмом Холманом Хантом, Данто Габриэлем Рассетти и Джоном Эвереттом Милле. Они взбунтовались против академических традиций, бросили вызов викторианскому искусству и викторианской морали. При Рафаэлиты считали, что английская живопись первой половины 19 века зашла в тупик. Поэтому обратились к искренности и простоте искусства раннего итальянского возрождения до Рафаэля. В России при Рафаэлиты были популярны в конце 19-го, начале 20-го веков. С их творчеством знакомил своих читателей журнал «Мир искусства». Критики спорили о странном свойстве этого авангардного движения, искали ответ на вопрос, почему работы при Рафаэлитов называли самыми правдивыми и самыми фальшивыми в Королевской академии художеств. Вопрос до сих пор остается открытым. Для начала я хотела поздравить и вас, госпожа Смит, и вас, Анна Владимировна, с тем, что выставка наконец-таки открылась. Я знаю, что ее знали, разжидали давно. Наверное, были какие-то сложности, которые не позволили привезти полотна при Рафаэлитов раньше. В чем они состояли, если это так? Первая выставка большая была в 1962 году. И тогда люди говорили, что это будет последний раз, когда мы будем видеть столько много Рафаэлитов. Потому что проблема была в том, чтобы найти кредитование для таких выставок. И все хотели иметь эти работы, такие в музее, как Ливерпуль, Манчестер. И это было довольно деликатное искусство, которое могло... Многие отказывались выставлять эти работы. И поэтому, когда... Мы пять лет планировали эту выставку. Мы пользовались лишь только лондонскими работами. И потом мы привезли сначала это в Вашингтон, потом только после этого в Москву. Очень много потребовалось усилий организационных. И надо было найти логику выставки, а потом нужно было найти финансирование. Многие говорили, что это тоже будет завершающей картиной большой выставки. Но, тем не менее, растет и растет интерес. И, может быть, даже будет еще более широкая выставка про Рафаэлитов. Анна Владимировна, сколько, во-первых, полотен представлено? Потому что, когда было подписано соглашение о том, что выставка все-таки состоится, шла речь о 150 работах. Сколько в реальности приехало картин в Москву? И как осуществлялся отбор? Что брать, что не брать? На самом деле пришло 86 экспонатов, но картин там примерно, наверное, штук 60. Потому что еще мы привезли акварели, еще мы привезли какие-то примеры прикладного искусства. Потому что это очень важно, движение искусства ремесел. Оно развивалось как бы... Это такая побочная ветвь прерафаэлизма. И, конечно, в принципе, профессионально было бы сделать отдельную выставку про это. Это очень большой материал. Но поскольку это наше такое первое знакомство с британской школой этого периода, нам показалось очень-очень важным обозначить хотя бы в целом, что именно было, чем они занимались и какие вещи они делали помимо картин. Кроме всего прочего, конечно, специфика выставки в Британии состояла в том, что это действительно был очень масштабный проект, в котором участвовали очень-очень многие британские музеи, которые, в принципе, никогда не дают своих вещей. Потому что для них каких-то музеев Манчестера и Ливерпуля – это лучшая вообще часть коллекции. Простите, они не дают своих вещей даже Тейт-Бриттен или не дают за границу? Вот Тейт-Бриттен они один раз в жизни дали, ну вот оторвали от сердца, что называется. Но они, в принципе, стараются не возить такие вещи за рубеж. И просто у нас с Тейт-Бриттен были немножко разные цели, потому что им было важно показать этот проект именно с новой точки зрения, потому что это все равно, что показывать. Вот Третьяковская галерея, когда делает выставки Нестерово, как сейчас открыта выставка, не знаю, Левитана. Какая важная часть? Ведь люди знают это с детства, и в школе еще водят на это смотреть. И важно показать какой-то принципиальный новый взгляд, новый аспект, чтобы у людей остается какое-то такое воспоминание, что это что-то скучное, на что их всем классом запихивали в автобус. Да, в конце учебника есть. Да, тащили картинки в конце учебника, да. И что это не так, что это актуально, что это здорово. Нам это не надо объяснять, потому что для нас это вообще совершенно фантастическое открытие. И нам было очень важно показать, может быть, сделать выборку, показать каких-то самых известных вещей, самых лучших, таких вот, которые всю жизнь считаются иконами прерафаэлизма. И поэтому нам даже не надо было, чтобы их было так много, и мы не были так заинтересованы, может, в каких-то маленьких локальных вещах, которые интересны людям, которые так с детства знают, кто такие прерафаэлиты. Нам надо было сделать вот такую выборку. Репрезентативную, да, наверное, выставку. Госпожа Смит, а в чем новизна выставки, которая только что прошла в галерее Тейт? Ведь, слава богу, британское собрание этих художников, это направление, конечно же, самое богатое в мире. Что нового узнал зритель из этой последней выставки прерафаэлитов? Британский зритель. Это новый угол зрения, который мы представили прерафаэлитов, и представили их именно под темой, как викторианский авангард. Это вызвало большие обсуждения. Люди же воспринимают авангард как представление о французском импрессионизме и о дальнейшем развитии. А это период викторианского искусства, который воспринимается как консервативно и сводится в основном к литературе и отражается в какой-то технике. А мы хотели показать прерафаэлитов, что они были в какой-то степени предшественниками импрессионистов. И то, что они рисовали, и насколько их радикальные взгляды, и как они использовали игру теней, как они использовали такой прием, как одновременного контраста. И это действительно радикальное искусство, значит, это авангард. И это первое творческое течение в Британии, которое дошло до нынешних времен, ну, с исключением, конечно, консервативно-традиционного искусства. И именно это привело нас к дальнейшему модерну и к дальнейшему искусству, которое мы считаем современным. А современно мы считаем любое искусство, которое отражает злобу дня. И мы, естественно, разбили на компоненты нашу секцию, и пытаемся показать и историю, и спасение, и красоту, и пейзаж, и рай. Все эти темы, высокие идеи, которые представляли себе по особому прерафаэлиту, и вот это и есть инновационный подход. И на каждом этапе, когда они основали свое братство в 1948 году, и когда в конце века мы запомнили, они закончили свою работу, особенно Уильям Морринс, он был социалистом по убеждениям, и он видел в декоративном искусстве, в орнаменте, особенно искусство и удовольствие демократического направления, которое будет интересно всем людям и всему обществу. И их отношение к обществу и есть особый посыл, который они располагали. Я думаю, что нам удалось и логикой, и идейной разбивкой показать, чтобы люди увидели красоту искусства прерафаэлитов, и их... Эта история долгие времена, тем не менее, не только предметы и вещи, и люди, которые ушли в прошлое, но и технику, и все, что они делали, вышивка, акварели, их техника и приемы, и как они вообще рассматривали то, что рисовали. Люди в основном проводят два часа, как в среднем. Ну, час-два часа. А в нашем случае, мы просчитали, люди проводили в два раза больше времени, потому что они пытались разобраться во всем том чувстве и ощущении, которое вызывало их. Я думаю, что многие репродукции и книги печатают сейчас репродукции этого. Но в реальности, вживую, в настоящую, увидеть настоящие цветы, цвета, они действительно влияют на зрителя. И тогда они увидят, насколько ярко и ясно, насколько детально и тонко вырисовывают. Это очаровывает людей, это их завораживает. Но я теперь понимаю, почему были огромные очереди в галерею Тейн? Потому что, да, четыре часа каждый проводит на выставке, и это, конечно, порождает проблемы. Но, наверное, преемственность искусства прерыва элитов можно видеть не только с импрессионистами, хотя, я не знаю, вы сейчас, наверное, поправите меня. Можно ли здесь говорить о преемственности вообще? Но это мой следующий вопрос. Можно, конечно, сопоставлять прерыв элитов и даже видеть в них предшественников, скажем, Венского ассоциона, да, в чем-то, русского искусства, рубежа веков, того же Врубеля, Воснецова и так далее. А насколько корректно так рассматривать прерыв элитов? Ведь известно-то их искусство вне Британии стало гораздо позже. Вот как-то здесь можно уточнить? Ну, тут даже самое интересное заключается не в том, что вот как конкретно какие-то прерывы элиты повлияли конкретно на каких-то тех или иных художников. Надо сказать, что, что касается, если вас интересуют какие-то непосредственные связи, вы имеете в виду их, то, в принципе, конечно, огромным успехом их вещи стали пользоваться в 1900 году, когда Моррис и Берн Джонс приняли такое серьезное участие во всемирной выставке в Париже. Но дело в том, что с тех пор, как французы на континенте открыли для себя английскую живопись, это было связано с Констеблом, в первую очередь, работа которого случайно оказалась в Париже. И когда они поняли, что на самом деле британские художники своей радикальности в поисках нового значительно опередили французов, они стали ездить в Англию. И Добиньи, художник французской барбизонской школы, был в Британии. Клод Мане ездил в Великобританию специально, чтобы, как бы, и другие тоже мастера, специально, чтобы посмотреть именно английскую живопись. Как раз, да, по той причине, что британская школа, она не особенно взаимодействовала с окружающим миром. Но именно это, и именно некоторая такая свобода и демократизм, которые изначально были заложены в самой форме существования британских художников, она позволяла им делать более радикальные шаги в искусстве. Потому что в самой организации, как бы, Академии художеств британской, там не было такой вертикали и зависимости от правительства, и финансовой, и идеологической, как, например, была во Франции или в России. И художник мог себе многое позволить. Например, скажем, во Франции художник, если ты хочешь продавать свои вещи, если ты хочешь считаться профессиональным художником, ты обязательно должен был участвовать в салонах, состоять членом Академии художеств, иначе просто твою работу никто не покупал. Рассетти, например, он в течение многих лет принципиально не участвовал ни в каких выставках. Он говорил, что ему это совершенно не нужно, он будет работать с частным заказчиком, и прекрасно существовал, и никто не мерил, сколько раз он выставился на каких-то официальных выставках. То есть там было гораздо-гораздо больше свободы. И действительно, именно вот эта вот свобода художников позволила очень многие вещи им сделать раньше. Именно в 19 веке, который тогда в течение всего столетия художественный мир Европы, России, которая тогда была определенной частью Европы, он находился в таком очень сложном творческом поиске. И вот при Рафаэлите смогли себе позволить очень многие вещи гораздо-гораздо быстрее. И это действительно в конечном итоге очень сильно повлияло и на формирование стилистики символизма, и ар-нуво, и, опять же, если мы говорим о русской культуре, то это скорее не прямое влияние какой-то картины на другую картину, которой не было. А вот сам факт вот такого существования, такого способа отношения к культуре, к искусству, взаимодействия с какими-то прошлыми эпохами, и, опять же, той свободы, которую художник себе может позволить в своем творчестве, она очень сильно будоражила умы русской общественности. А все-таки русская общественность была знакома на практическом уровне с живописью английских? На практическом уровне она практически не была знакома, но это отдельная очень такая интересная история, потому что, как написала в памятнике одна женщина, было огромное увлечение тематикой прерафаэлизма в то время. Читались лекции, переводились книжки, переводили лекции Резкина, в Мире искусства публиковали какие-то материалы бесконечные. И кто-то даже говорил, что, ну, боже мой, ну, как же так, мы так много о них знаем, и ни разу их в жизни не видели. Вот, то есть действительно они ощущали. Но это действительно интересовало их именно как движение, как такое кросс-культурное событие, и было очень важно для такой просвещенной части общества русского. Господа Смит, а как вы считаете, сами прерафаэлиты больше в своей, так сказать, эстетической платформе акцентировали разрыв с традицией, академической традицией, как они ее называли, или все-таки они видели некую преемственность, скажем, с тем же Тернером или Констеблем, о котором у нас сейчас шла речь? В прерафаэлите, они, конечно, восстали против искусства. И с Тернером они по-своему даже разошлись, поскольку условная форма, и Рёскин, который увидел в прерафаэлитах какую-то часть единства с Тернером, как естественное продолжение Тернера, но Тернер, он рисовал больше все-таки текстуальной форме. Он был своеобразный мастер линии, который... Они были мастерами линии, а Тернер, наоборот, был мастером широкого жеста, который оформлял. Но это все говорит о том, что они больше характеризовались на расстояние, на деталь, острый фокус на то, что было. Это прерафаэлиты, например, в картине «Офелия». Приближенность к предметам. И они разорвали все-таки все вот эти иерархические связи и подчиненности в этом искусстве. Их представление было более близким к современному технологиям, к современному методу. И у них была стероскопическая фотография, потому что, когда смотрите, вы видите качество фокуса всей композиции. Нет композиции единой центра. Вы просто шарите глазами и ищете, где остановиться взгляда. Потому что это общая картина, общая естественно. И надо... Невозможно воспринять фрагментарно. И с Ренессанса мы усвоили это хирургический взгляд на картине. Раскин сам по себе надеялся, что прерафаэлиты со своей идеей вот этого кульпулезности, скромности, подчинения природности, благобовения, что они дадут больше это. И несмотря на то, что Миле разошелся с Раскиным, тем не менее, последние работы Миле, последние... Когда вы посмотрите... Мы не привезли, но в нашей галерее вы увидите, что у них есть центральный фокус и краски прерафаэлиты начинали все-таки против Торнера и его романтической манере. Но, тем не менее, Миле в конечном итоге перешел на орбиту, которую исповедовал Торнер. Сейчас я предлагаю обратиться к нашему интернет-обоследователю Алексею Черепанову. Он провел специальное исследование. И, наверное, сейчас нам расскажут, насколько интересны прерафаэлиты российской аудитории. Ну, судя по выставке 2008 года, очень интересны и даже более чем, что пишут, Алексей, о творчестве этих художников и собираются ли посетить нынешнюю очень большую выставку. Доброе утро! Лада русскоязычных пользователей интернета интересует и волнует творчество прерафаэлитов, ведь их искусство кажется пользователем интернета очень современным и в 21 веке. Так что в Рунете есть несколько сайтов, посвященных викторианским авангардистам, а в живом журнале обосновалось братство прерафаэлитов. Но мне хотелось бы рассказать об одном сюжете, который уже несколько веков причудливо интерпретируется в искусстве и в жизни. Вот это знаменитая картина Джона Эверетта Милле «Офелия», которая тоже приехала в Москву. По сюжету трагедии Шекспира «Офелия» 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 Лежала в ванной, вода остывала, но художник все писал и писал свою Афелию. В итоге Элизабет серьезно простудилась, Милле оплачивал услуги врача, но эта простуда все же подорвала здоровье хрупкой девушки. Через несколько лет уже, будучи женой другого художника Данте Габриэля Рассетти, Элизабет умерла. Это был ужасный удар по прерафаэлитам. Рассетти даже похоронил вместе с Элизабет свои поэмы. Правда, потом откопал и опубликовал. Но через полтора века этот сюжет интерпретировали австралийские музыканты Ник Кейв и Кайли Минок в знаменитом клипе на песню «Там, где дикие розы растут». Здесь уже нет места ни гамлетовским сомнениям, ни раскаянию прерафаэлитов. Лирический герой Ника Кейва рассуждает эстетически верно, но бесчеловечно. Красота должна умирать, чтобы оставаться красотой. Интересно, как наши гости относятся к этой концепции Лада? Интересная концепция, Анна. Что вы скажете насчет красоты, которая должна умирать? Это, конечно, чисто романтическая идея, понятно? Не могу не согласиться с современными авторами. Я пока не слишком далеко отошли от обзора Алексея, хотела бы уточнить, как правильно произносить фамилию художника Милле. Вот сейчас речь шла об его знаменитой картине «Офелия». Это, наверное, для англичан то же самое, что для нас. Аленушка Васнецова, очень известная полотна, действительно. Потому что существует два варианта – Миллес и Милле. Наш уважаемый гость произносит Милле, Алексей так говорил. Но вот есть какие-то разночтения, можно это прокомментировать? Да, конечно. Дело в том, что действительно, его называют британцем Милле, потому что он французского происхождения, этот автор. Но чтобы у нас какая-то есть русская традиция произносить «Миллес», как он пишется. И опять же, это очень удобно, чтобы не путать его с художником французским той же эпохи Франсуа Милле. И просто чтобы как-то развести этих авторов. И такое бывает, просто есть какая-то традиция, которая пошла еще с начала 20-го столетия, и она не нарушается. А что касается красоты, которая должна умирать, с другой стороны, могу вам привести другой пример. Это касается Джейн Бёрден, одной из любимых моделей Рассетти, более нам известной как Джейн Моррис, которая была дочерью конюха, и Рассетти и другие художники открыли ее как прекрасную модель, потому что ее чувственный тип, конечно, совершенно соответствовал прерафаэлийским эстетическим понятиям. И потом Уильям Моррис, как действительно настоящий социалист, подлинно женился на ней. И очень интересно пронаблюдать ее фотографии и портреты, потому что изначально ее тип, она действительно была очень красивая женщина, но он, конечно, очень отличается от того, что выходило в итоге в этих таких романтических картинах прерафаэлитов, и вы их сможете увидеть на выставке, потому что обычно они интерпретировали как такую нежную, и при этом роковую женщину. А черты ее лица, безусловно, абсолютно красивые, но были немножко грубоваты, поскольку выдавали ее происхождение. Но она, как очень многие женщины, связавшие себя с кругом прерафаэлитов, особенно когда дела Морриса пошли в гору, она стала очень много работать над собой, она... Принялокс? Нет, нет. Она стала читать книжки, учить иностранные языки, и становилась... И просто по фотографиям видно, как ее красота становится все более благородной, и, наконец, есть портрет, где она уже совершенно седая старушка, и это абсолютно аристократическая старушка, и даже ей восхищался, если я не ошибаюсь, Оскар Уальт, который вообще был очень критически настроенным... Малкинс. ...мужчиной, да-да. И считается, даже есть такое мнение, что когда Бернард Шоу писал своего Пигмалиона, то вот этот вот образ Лизи Дулиттл, которая из уличной девушки, такой, в смысле, живущей на улице, торгующей цветочками, стала совершенно аристократической женщиной с идеальными манерами, что на самом деле он был создан тоже под впечатлением от вот такой карьеры Джейн Моррис. Так что иногда, если красота не умрет вовремя, она становится еще более красивой. Да, бывает и такое. Интересно. Алексей говорил о романтической подоплеке творчества первых элитов, и действительно, их называют часто последними романтиками эпохи. Вот понятно, что романтики часто стремились и свою жизнь, свою судьбу организовать по романтическим законам. Мы выслушали уже две истории, одну связанную с картином Эфелия, вторую рассказала Анна. Есть ли еще какие-то типично романтические истории в кругу рафаэлитов? Есть отличная история Холмана Ханта. Холмана Ханта начал свою картину с моделью Ани Милла, которая была девушкой из рабочего класса в районе Челси. И он постарался воспитать ее. И он из... Да, вот это вот тоже, то, что Анна сказала, похоже на пигмалион. И она стала серьезным характером с тем... И когда Холмана Ханта поехал в Святую Землю с Розетти, у которого показывает картины, получает обручальное кольцо, у нее волосы здесь развиваются. И когда он начинал эту картину, она оставила его, он не закончил. И тогда он переписал и закрыл голову ее. И тогда Фанни пришла на место Ани. И тогда волосы он их поставил. И таким образом перенес свою будущую жену на этот портрет Фанни. И это очень интересная картина. И, например, картина «Просыпающая стыдливость», которая понимает, женщина понимает свой грех. И она тоже была моделью для этой. И речь следит, конечно, о нарастающих проблемах равенства мужчин и женщин. И для каждой картины есть своя история, свой рассказ. Это, безусловно, романтический такой подход. А это было нормально, или, может быть, это даже было частью какой-то политической платформы прерыва элитов, что их натурщицами были женщины из народа? Да, я думаю, это было частью их статусу, их особой договоренностью между собой. Но, если будем говорить, в викторианскую эпоху не было такого большого обмена между классами. Из простых людей у благородных джентльменов были только любовницы, а жен не было. И это был своеобразный вызов, когда они женились на таких девушках. И это была радикальность. Например, Уильям Моррисон женился на Джейн, а Элизабет Ситтл стала женой Розетти. А у Милле было другое. Он женился на женщине сходного социального положения. И она была женой Раскина, но ей пришлось оставить. И была большая борьба, чтобы стать женой художника Милье. Но королева Виктория сказала, что она не хочет видеть его жену на приемах. И это было действительно своеобразное. Но вернемся к Холману Ханту. Когда его жена Фанни умерла, он женился на сестре умершей жены. И это тоже было своеобразно. Я думаю, что все прерафилиты были эти своеобразные, очень необычные отношения. И это их внутри объединяло течение и делало их непохожими на других. Мне кажется, что еще вот эти истории, которые так или иначе обрисовывают любовные треугольники, это тоже какая-то очень романтическая концепция. И как вот вполне закономерно, что у рафаэлитов, она очень, прерафаэлитов очень часто встречается. Вы хотели что-то добавить? Да, я просто хотела сказать, что еще было дело в том, что они выбирали не просто женщины из какого-то низшего класса. Помимо всего прочего, они просто не хотели, я не знаю, честно говоря, во-первых, такой статус профессиональных моделей не был так развит, как мне кажется, в Англии, как во Франции, где в Париже было огромное количество женщин, просто зарабатывающих этим на жизни. Им нужны были модели. Причем модели определенной внешности. Кроме всего прочего, они, как правило, все-таки выбирали никаких таких женщин креативных, скажем так, потому что вот такая особенность братства при рафаэлитов в том, что женщины очень были задействованы в их творческом процессе. Например, та же Элизабет Сиддл, она же хоть и работала в галантерейном магазине, она, в принципе, интересовалась искусством, и она хотела им заниматься. И когда она присоединилась к кружку Рассетти, к кружку при рафаэлитов, она стала писать акварели, и Резкин ее очень ободрял. На этом пути. И у нее просто так было устроено викторианское общество, что у нее просто не было бы другого шанса этим заняться. И все женщины, которые вливались в общество при рафаэлитов или позже в кружок Рассетти, они все так или иначе, они работали для Уильяма Морриса, они придумывали какие-то дизайны вышивок, в основном, конечно, вышивками, потому что это такая женская часть, подбирали какие-то ткани, и они все так или иначе участвовали в этом процессе. И, например, дочь Уильяма Морриса и Джейн, такая Мэй Моррис, она вообще стала просто полноправной такой наследницей Уильяма Морриса и его компании, потому что она очень-очень много уже, совершенно ближе к концу столетия, совершенно профессионально просто занималась прикладным искусством. Первые семь, по-моему, при рафаэлитов считали, что они образуют некое братство. Да, отсюда эти три буквы, PRB. А почему братство? Здесь какие-то отголоски тайных обществ приходят на ум, там, я не знаю, розенкрейцеров, масонов. Это действительно было тайное общество? Или для красоты слова? Вот это вот PRB, PRB, это очень необычное слово, лишь несколько картин были подписаны такими сокращениями. И это обозначало какое-то... Страна была протестантская, а в середину века много было движения антирелигиозного. И эти художники, которые под влиянием раннего Ренессанса, возрождения... И многие начали видеть, что это искусство было... И только через какое-то время догадались, что это было братство. Но в начале 50-х годов художники, тем не менее, пропагандировали свое направление независимо самостоятельно, и были абсолютно самостоятельны в своих воззрениях. Теперь вопрос о том, против чего, собственно, выступали прерыв и элиты. Вы нам обрисовали достаточно позитивно картину в Британской академии художеств. В общем, гораздо более прогрессивно, я так понимаю, они были чем, скажем, в Париже или в Петербурге. Но, тем не менее, пафос то их движение состоял в том, что они порывают традиции, они предлагают что-то свое, коренным образом отличающиеся от того, что было до них. Это первое. И второе. Какова была художественная атмосфера Британии тех лет, то есть середина 19 века? Ну, на самом деле, я хотела бы сказать, что, в принципе, это ведь касается не только прерыв и элитов, но и любой европейской страны 19 века, что они все начинают порывать со своими традициями. Просто потому, что традиция и любая академия, она более или менее держалась на системе живописи Рафаэлевской, то есть на академизме, так или иначе. И, конечно, в Британской параллельской академии художества, в Лондонской, художники могли себе позволить многое, но все равно основной ключевой фигурой был Джошуа Рейнольдс, художник рубежа 18-19 столетий, основатель которой придерживался континентальной академической традиции. И эта традиция сама по себе, может быть, была и неплоха, но она существовала уже больше 200 лет. И просто общество в 19 веке настолько изменилось, что, начиная от каких-то технических нововведений, то есть, точнее, заканчивая техническими нововведениями, и кончая какими-то серьезными политическими потрясениями, там, Великой Французской революции, Наполеоновские войны и так далее, и так далее, просто люди 19 века, как мне кажется, они значительно ближе были к нам уже по ритму, по образу своего мышления, чем, например, люди 18-го столетия. И просто вся эта система, она перестала устраивать прогрессивных художников, она просто устарела, она не могла отражать каких-то реальных человеческих переживаний, каких-то душевных и духовных потребностей просто того времени. И поэтому, собственно, они, художники прогрессивные, стали выставать против этой традиции. Им не нравилось все, им не нравилась тональная живопись. И, например... Вы поясните, то есть живопись локальных цветов, да, без оттенков? Да, значит, я тогда должна в двух словах вернуться в эпоху Ренессанса. Дело в том, что в 15 веке, когда было Кватораченто, художники вообще занимались всевозможными поисками творческими. Они были очень разными. Художники, которые работали в Тоскане, писали не так, как художники в Ломбардии, под разными влияниями они существовали, северными, южными, сицилийскими, византийскими и так далее. Многие из них работали, то есть почти все они работали на светлом фоне, писали яркими красками, но для кого-то был важнее рисунок и какие-то арабески, для кого-то пейзаж и так далее, и так далее. Но они были очень разные. Достаточно взять любую книжку, любую подборку, даже 15 века. Но потом пришел Леонардо да Винхи, который придумал вот эту свою нежнейшую технику сфумата. Ну и Рафаэль это развивал. Когда они стали использовать темный грунт и нежнейшие, тончайшие полутона. То есть они очень хорошо освоили мастерную краску. И вы, наверное, помните, что та же Джаконда, это же совершенно живое лицо, которое выступает из мерчатающей полутьмы и так далее. То есть как живой человек фактически она там выглядит. И это, конечно, совершенно потрясло общество того времени, потому что картина, она стала живая. И поэтому практически остальные направления, они были закрыты. И когда художники в 19 веке поняли, что вот эта вот система, которая тогда была так прекрасна, она переживает кризис, они стали обращаться к искусству прошлого. То есть, в принципе, перед тем, как делать какие-то новые эксперименты, первым была мысль, возможно, что-то упустили вот там. И вот туда они поэтому и вернулись, в это квадрочент. И оттуда они взяли вот этот ярчайший совершенно белый грунт, локальные цвета, опять какие-то стилизованные линии, которые просто, ну, скажем так, в течение нескольких столетий просто мало интересовали европейских художников. И отсюда их яркость. И, например, даже один критик писал в начале 19 века, британский, что хороший пейзаж должен напоминать старую скрипку. Это имело в виду, что он должен быть коричневый, темно-коричневый. А при Рафаэлите, опять же, они просто внесли совершенно ярчайшие и свежайшие такие локальные цвета, вернули. А каким образом, технически, как они этого добивались? У них был какой-то особый... Они использовали белый грунт, потому что белый цвет отражает цвет. Если вы пишете полутонами на тёмном грунте, у вас получаются такие нежные-нежные цветовые переходы, потому что тёмный цвет, естественно, тёмная основа, она вбирает в себя солнечный цвет. Белый цвет отражает, белый грунт отражает цвет. Кроме того, они любили сами грунтовать холсты и даже иногда делали лишний слой вот этого белого, чтобы это была просто такая ослепительная, нежнейшая такая белизна. А что касается способа достичь вот этих нюансов, этих переходов, которые приближают живопись к жизни, к ощущениям светотеневым, которые есть в жизни, здесь что? Они просто стали использовать такие яркие локальные тона, и они просто отказались от этих нежных переходов, поэтому их живопись более яркая, более декоративная, хотя, возможно, люди там не так похожи на настоящих живых людей, как на картине Леонардо да Винчи. Госпожа Смит, а к вам тогда я обращусь с вопросом о той художественной обстановке, которая царила в Англии середины XIX века. Какие картины, какая живопись пользовалась спросом? Что продавали, что покупали? Как были встречи, например, Рафаэлиты? Может быть, им было тяжело с экономической точки зрения? Трудно было предположить, что это будет успешное движение, потому что аристократия, они традиционно воспринимали портреты и пейзажи, но помощь пришла со стороны среднего класса, к промышленникам в Северной Англии. А они хорошо расходились. Уже такие художники, как Томас Плинкс, Джеймс Уилсон, и приезжали из Лондона, Миверпуля, Манчестера, и собирали картины, картин, организовывались музеи на севере особенно. И люди решили, что это современное, что это интересное, что затрагивается социальная тематика, что отражается положение женщины, тяжесть труда. И все эти чувства, которые люди чувствуют в обычной жизни, и просыпающееся сознание, тем более, что рос город, росла промышленность. И все эти вещи, все эти вопросы, все эти темы, и мужчин, и женщин интересовали. И интерес был сразу большой. Тем более, что яркие цвета, все эти особенности ультрамарин, яркость, декоративность, оформление. Это выглядит как фотографии, все детали прорисованы как на фотографии. И интерес к прерафиолитрит вернулся в том числе и с точки зрения научного интереса к природе, что руководствуется ученый, когда смотрит на мир. Он примерно так же и анализирует. И здесь вместе все это составило взгляд современной тому времени. На каждом уровне прерафиолиты соответствовали рождающимся вкусам общества того времени. и возник взаимный интерес. Их работы стали популярными. Все работы практически. Например, снова возьмем Холмана Ханта. Он был очень хорошим бизнесменом. Он мог рисовать картину, приехать назад, и через дилера организовать ее показ. И потом даже продавал его копии. И это продавало очень большие доходы. Милле, он быстро обогатился, он научился работать с дилерами. И они во многом были очень энергичными людьми. И во всем этом они стимулировали интерес. И все это было в гравюрах и на картинах, на репродукциях. Таким образом, сами артисты, сами художники поощряли это и участвовали в этом процессе. Розетти, например. Когда критика не приняла его первые работы, Розетти отказывался выставлять их. Он делал все через дилера, но таким образом через посредников он искал своих поклонников. И он не был публичной фигурой, и даже не будучи публичной фигурой этот художник, он смог снова собрать тот круг своих почитателей и любителей, которые помогали продвигать его искусство дальше. Ну вот что значит грамотный промоушен, да? Это еще у Миле англичане, британские живописцы в 19 веке. Но мне кажется, в той истории, о которой вы рассказали о Миле, следует сделать некоторое уточнение. Насколько я понимаю, он стал популярен и богат за счет своего творчества уже в поздний период, когда отказался от прерафаэлитских взглядов. Или это не так? Некоторые люди думают, что Миле был совершенно другим художником по природе, потому что он придумывал картины, он рисовал портреты людей из верхнего эшелона, но он скорее был пост-рапаэлитом, чем прерафаэлитом. Он, Лак, Боттичелли и Мемлинг, вот с этими больше у него связи. Как Ван Дайк, Рубенс, эти те художники, которые могли бы, скажем, не считаться преследователями, рифрефелитами. Но самое главное, Миле никогда не отходил от принципа верности природы. Он в любом случае исповедовал именно этот принцип в исторических портретах. И рисуя модель, он соберет все детали вокруг нее, а его последние пейзажи, он их рисовал на природе. Он полгода жил в Шотландии в последние годы своей жизни, и ходил по пять, по шесть миль вокруг для того, чтобы найти здесь какое-то место, выставлял свой мольберт и при любой погоде рисовал. Это же принципы прерафаэлитов в любом случае. Я думаю, что более правильно сказать, что он, конечно, немножко отложился, отошел от принципов, но я бы не назвал это покинул принципов или отказался. Он скорее предложил альтернативные принципы в рамках одной и той же концепции. И в любом случае принцип верности природе это оставался всегда у него. Анна, известно, что прерафаэлиты были не только живописцами, в узком смысле слова, они были такими людьми эпохи викторианского возрождения. И были и поэтами, и издателями, и, наверное, вы еще что-то добавите к этому перечню. Как это сказалось на общей художественной атмосфере Британии тех лет? Имело ли это какое-то серьезное влияние на художественную жизнь? Ну, на самом деле, мне кажется, что, во-первых, они показали очень хороший пример действительно того, абсолютно авангардного такого подхода к художественному обществу. Потому что действительно братство прерафаэлитов и позже то, что мы называем кругом Рассетти, то есть художники, которые ведь братство прерафаэлитов распалось очень быстро, и потом уже в 60-е годы новое поколение объединилось вокруг Рассетти. Оно, конечно, очень во многом было основано на представителях как бы разных видов искусства. И действительно там было очень много литераторов. И даже больше того, мне кажется, что среди людей, которые собрались вокруг Рассетти уже в 60-е годы, даже было больше литераторов, чем, собственно, художников, которые работали кисточкой. И они действительно создавали такую очень важную, очень креативную атмосферу. Потому что еще я должна сказать, что в чем была особенность вот этого братства? В том, что они никогда... То есть, безусловно, между ними и другими художниками были какие-то творческие споры, были разные позиции. Но эта группа, она была настолько креативной, она была настолько широких взглядов людей, и они проявляли себя в таких разных как бы видах и жанрах искусства, что вокруг них собирались, казалось бы, идеологические враги. Например, в какой-то момент Рассетти уже в 60-е годы купил себе дом в Челси. И там был такой богемный круг художников, которые работали, отдыхали вместе, примерно в равных пропорциях. И к ним приходили в гости самые разные люди. Например, Фредерик Лейтон, который до тот момент был просто таким заслуженным академиком. И это не считалось зазорным. И различные поэты, литераторы, то есть мне кажется, что действительно они создавали очень важную атмосферу, которая как бы позволяла британскому искусству развиваться в более широком смысле этого слова. Госпожа Смита, интересно, вот вы как носитель языка, во-первых, во-вторых, как человек превосходно знающий культуру и литературу о Британии того периода. Как вы относитесь к поэтическим опытам, например, того же Рассетти? Вы воспринимаете их всерьез? Действительно считаете, что он внес какой-то определенный вклад в английскую литературу? Или это, так сказать, занятие апропо? Литература. Это все-таки часть прерафилизма. Это как у Вейлиана Лейблейка. Он был не только артистом, но и был поэтом в первую очередь. И здесь поэма рождается рядом с картиной. И всегда есть какие-то стихотворные строки, которые поясняют картины. Они существуют отдельно. Они взаимосвязаны. Визуальная картина для глаза и для слуха. Хаунд объяснял в стихах, в своих стихах картины. И он писал очень большие пояснительные тексты, чтобы люди могли понять, что он имел в виду. И Эмилье тоже был он не поэт для публикаций. Он был просто эта часть усиливала его чувства и его пафос, который он вкладывал в свои работы. И поэтому было много поэтов, которые сестра Данте Габриэля, она тоже стала поэтом. Джорд Мередит, который жил рядом по соседству, он тоже был поэтом. Браунин, Теннисон, оказавший на него влияние. И все его темы поэтически основаны многом на этих художественных полотнах. Все это было частью одной жизни, частью одного художественного контекста того времени. И все они основывались на сюжетах английской литературы от Шекспира и Китса, от Шекспира до Китса, Теннисон и Браунинга и любых других современных поэтов. Я думаю, что они шли практически рядом с друг другом. Анна, а вот увлечение фотографии, об этом упоминала госпожа Смит, это было увлечение бытового, что ли, характера? Потому что тогда только появился этот вид искусства, воспроизведения действительности. Или в какой-то мере оно повлияло на художественную технику даже при Рафаэлитов? Нет, но на самом деле, если мы говорим о фотографии и о взаимодействии с живописью, тут надо действовать, как мне кажется, очень осторожно, потому что на самом деле там все очень быстро и очень важно менялось буквально в течение нескольких лет, потому что на самом деле первые фотографии, которые были сделаны людьми, входившими в круг при Рафаэлитов или знакомыми с ними, они скорее были созданы наоборот под влиянием живописи и они имитировали композиции при Рафаэлитов. И это было скорее не увлечение при Рафаэлитов фотографией, а увлечение фотографов при Рафаэлитами, что гораздо важнее. И, собственно, мне кажется, может быть, Элисон поправит меня, но мне кажется, что как раз наоборот влияние при Рафаэлитов на фотографию, особенно в тот момент, когда художественная фотография и переживала только свое становление, вот эти задумчивые женские образы, мечтательные, они, конечно, входили просто в моду, то, конечно, вот эти экзальтированные красавицы преррафаэлитов, и особенно, поскольку они всегда выбирали очень красивых женщин, они просто ложились в основу иконографических типов фотографий, которая тогда была принята. Вот так что, поэтому я бы скорее говорила о влиянии преррафаэлитов на фотографии, чем о влиянии фотографий на преррафаэлитов. Но вот из ваших рассказов как-то сложилось такое представление, что преррафаэлиты, они вели такой достаточно богемный образ жизни. А все-таки они были богемы в таком смысле слова, да, которые мы обычно прикладываем к этому понятию, или это были представители скорее элитарного искусства того времени, пусть и противопоставлявшего себя академизму, но все-таки искусство не для всех, требующего понимания, какого-то опыта восприятия живописи. Ваш вопрос связан с тем, что насколько хорошо популяризировали и они свое искусство для сосайты. Ну, есть много способов популяризации искусства. Ну, например, работать с большими аудиториями или через зарпродукции распространять. Но вот на севере и в Центральной Англии, за пределами Лондона, в других местах Шотландии, в 1955 году, в 1955 году, они выставлялись в Лондоне. Они все-таки физически продвигали свои работы, тем более, что и темы, и то, что они поднимали эти темы, они тоже влияли на узнаваемость. Вот работа Уильяма Морриса и его «Кружкруг», они продвигали строну в философию, что искусство должно быть для всех, а не только для некоторых, для элитных. И искусство должно приносить искусство, удовольствие как для создателя, так и для того, кто его смотрит, а не только потребляет искусство. И создавать красоту – это и миссия художника. Удовольствие, оно возникает от того, что стоит жить, видишь жизнь, наслаждаешься жизнью. И даже есть разделение труда. Люди работают на фабриках, теряют свое традиционное представление, доходят до какого-то состояния, когда ты не можешь больше восторгаться природой. И это вот то, что нужно было донести до каждого в обществе. Ну что ж, я вижу, что прерывы элиты были вовлечены не только в художественный процесс как таковой, но и в процесс социальный, культурологический и даже политический. Тем интереснее прийти на выставку, которая открылась сегодня в Пушкинском музее. Еще раз всех наших зрителей приглашаю. Мне осталось напомнить, кто сегодня был в нашей студии. Итак, гостями программы «Наблюдатель» были куратор выставки «Прерафаэлита Викторианский авангард», специалист по британской живописи, кандидат искусствоведния Анна Познанская. Анна Владимировна, большое вам спасибо. Вам. А также ведущий куратор отдела британского искусства 19 века галереи Тейт Бриттен Элисон Смит. Большое спасибо, госпожа Смит. Меня зовут Влада Аристархова. Желаю всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok